У меня раньше, когда 36-я была, ну, 15 минут прикола, то есть, да, через 15 минут уже, ай, корыто, типа, ну что ж, что оно валит, типа, да, потому что валит прикольно 15 минут, ну, пока там, ооо, не привыкаешь пока, да, на этой, просто вот ты едешь, мне надо далеко поехать, ну, там в Сигулу ездили, в Венсплес ездили, охрененно, то есть, это машина, это не корч. Ну да, в этом есть прикол, другая идеология со всем. Да, ну, я примерно так, будто я... Ну вот, все, дальше тормозов уже не будет, ну, будут, но хер... Ну да, да. Еще можно, еще раз, все, с 200 раз, два и уже, ну, заканчиваем называется. Ну и хватает, ну, они остыны. Да, она просто, слушай, башку уносит куда-то назад, просто уносит. Всем привет! Смотрите, что у нас сегодня стоит рядом. Вы помните эту машину, мы ее уже снимали, немножечко на взлетной полосе мерили эту машинку. У нас было время 100, 200, вот эта 39, сразу сходу говорю, 6,3. На буксующем сцеплении и не совсем донастроенном зажигании. Сейчас эта машина, мы на ней уже прокатили сегодня, сейчас эта машина, как минимум, по ощущениям, едет еще быстрее. Поэтому я, давайте так вот, опять-таки, в начале сразу заявлю, я считаю, что это самая быстрая и самая мощная 39-ка в Риге. Давайте подробней, как вы и просили, посмотрим, что же это такое. Какой это, как говорится, рецепт, на чем она едет, сколько здесь сил, хотя сколько сил мы и до конца не знаем, но Артур, владелец, сейчас он взлет в кадр, он обещает, что она на днях буквально будет на стенде, и мы уже потом вам дозапишем это. Здрасте! Значит, ну, год... Ты понимаешь, да, ребята все свои, коротко, понятно. Да, то есть, год, ну, 99-й, ну, конец. Почему год, да, у нас, значит, наверное, смотрит не только с Латвии, еще с России, у нас по закону, значит, нельзя менять двигатель, ну, на более старый машин, начиная с 2000-го года, да, то есть, поэтому и год, 99-й, конец, да, ну, чтобы можно было поставить чугунный двигатель, да, потому что изначально за воду шел алюминиевый. Когда я был маленький, ну, у меня был 36-й, точнее, 36-й есть, да, вот, но на 36-м у меня появились дети, да, то есть на 36-м нормально никогда не поедешь, но это корч, то есть 36-й это, в принципе, корч, да, и мне захотелось сделать машину, с которой, ну, можно поехать в семье куда-то, и выбор пал на 39-й. Почему не 38-й? У меня был 38-й, мне он не особо нравится, то есть просто не нравится, тяжелый, неповоротливый, возможно, не все согласятся, ну, даже не мягкий диван, нет, я сказал бы, вот, по комфорту, по мягкости, 39-й наверняка будет помягче, то есть я понимаю, есть разные подвески, да, то есть, но, например, по внутреннему комфорту, я бы их не отличил бы, то есть я не верю в то, что в семерке намного больше места внутри, то есть, да, то есть я думаю, место у них примерно одинаковое. вес, да, то есть я, ну, какой-то я задумал, может, 46-й, да, но я уже купил, когда мы временем 39-й, ну, мне просто было интересно, на сколько я попаду по весу, то есть я был очень удивлен, да, когда я сравнил массы, я сравнил 523-ю и 323-ю. Секундочку, я немножко поясню, у Артура, ты не сказал просто ключевый, у Артура, его многие парики знают, у него много-много-много лет назад была 36-я, частично с этим двигателем. Ну, с этим двигателем, пока. Да, битурбо она была, да, или твинтурбо как-то? Твин, не знаю, большая, маленькая. Короче, это была на тот момент самая сумасшедшая 36-я, у которой было 900... Ну, наверное, мы так верим, что что было под 900. Очень много было лошадиных сил, и вот он много лет на ней ездил, что строил, ломал, строил, ломал, и после этого она отстояла какое-то время, и ты решил, что... Артур выпал из тюнинга на пару лет, скажем так, и решил, что хватит, а потом все-таки он решил, что он не может без этого жить, и решил, что нужно что-то новое построить. Вот, поэтому был новый проект и 39-ка, про который, собственно, мы вам сейчас и рассказываем. Я был очень удивлен, что вес, значит, между 46-й и 39-кой отличается всего лишь меньше, чем на 100 килограмм, там, то ли 80, то ли 90. То есть для меня это был шок. То есть огромный такой вот сарай, а весит он столько же, сколько типа маленькая 46-я. Все, конечно, просто. У нее просто все алюминиевое снизу, да, то есть поэтому и вес. Но комфорт 39-й намного лучше, чем 46-я. Плюс база, да, база широкая, мосты мощные. Во-первых, 39-й не ломает особо, да, задницу. То есть как база для мощной машины, ну, лучше я просто не мог выдумать. Вот поэтому 39-я. В видео, где мы мерили эту машину, там было много вопросов вот по поводу этой опции. Да, да, да. Давай сразу проясним. Можно я, да, да, я вот могу рассказать. Во-первых, я скажу твоими словами, не было задачи сохранить, как я сказал, аутентичность и оригинальность этой машины. Нужно было собрать игрушку, на которой можно ездить комфортно, но при этом иногда, ну, так, похулиганить. Во-первых, из всех китайских они хоть как-то более-менее выглядят. Ну, на взгляд не только мой, а даже когда мне говорили, китайский фарфу, а потом, а, ну эти, ну эти вроде ничего, ладно. С этими живи, типа, да. Второй момент, то есть, ну, они светят. Я не знаю, жалко, мы не снимаем ничего ночью, но я не знаю, можно ли заставить оригинал так светить. Они капец как классно светят. Просто вот я понимаю, что может быть и оригинал можно наполировать, наделать. Это старая фара. Хочу запихать под капот чуть больше, чем в него влезало изначально. Поэтому ксеноновые фары оригинальные, они очень толстые. И они не позволяли мне запихать, поверьте, я попробовал. Я купил еще один 39-й дизельный, полно фарш, вытащил туда, думал поставить оригинальные фары туда, да, ксеноновские. Но впихнувшись, вот можно камеру, да, они, фары не позволяют, ксеноновские, впихнуть все, что я хочу, да. То есть, да, что вот телевизор, он так называемый, фара даже не выпирает за него. То есть, и все, что мне хочется, сюда, пардоните, не залезает, поэтому к черту эти фары. Резать кузов, как-то вести трубы по низу, нет, я хочу, чтобы был четко, то есть, чтобы взял зазоры были бы, да, чтобы были трубы правильно пущены через воздуховоды, как с завода, да. Но мы попадаем на узкую фару. Ну, и мы остаемся перед выбором, оригинал, вот, там, галогены наши, или слепить народ этими, да, ксенонами без линз, да, вот, ну, или какой-то колхоз. Ну, если колхоз, ну, пускай покрасивее колхоз будет. Сейчас все скажут, да, о, у него, смотрите, там был, я читал, впускной коллектор больше мотора, да. Да, это, ребята, коллектор, который я варил лет 15 тому назад, может, не 15, но на ту 36, да, то есть, на тот момент не продавалось хороших коллекторов, то есть, его нужно было варить, ну, вот, что смог, кто и наварил, то есть, но он работает. А все не так, все в порядке. Но он работает, очень хорошо, в общем, работает. И был, кстати, еще комментарий такой, почему алюминиевый коллектор, почему не пластик? Я пластик отливать не умею. Нет, а почему не оригинальный, а я такой вопрос был. Почему не оригинал оставил? Не хватает пропускной способности у него? А я не знаю. Ну, мне кажется, он неправильный. Я не знаю, ну, то есть, на тот момент, когда я стоил 36, у меня была максимальная мощность, меня интересовало, да, то есть, поэтому я, ну, так предполагал, то есть, во-первых, он хитрый, он внутри фамфарки сделан, вынесен, то есть, но основная идея в чем коллектора, да, это чтобы у нас импульсы, да, то есть, как-то размешивались, и он не стучал цилиндр в цилиндр, то есть, да, ну, это основная задача коллектора. И чем больше, тем лучше, то есть, тогда импульсы не будут бить друг в друга, да, то есть, больше не хуже, то есть, да, вот, да, о чем мы, почему не пластиковый, да, и я хотел на пик мощности, то есть, да, ну, вычислить то, что чем больше, тем лучше, что-то сварил, ну, вот. Его уже дофига лет. Смотри, нас очень много смотрят людей там, где GZ, это, послушай, не говори ничего, GZ, это просто он в стиральных машинах, он уже стоит где-то. Вопрос тебе, при всем моем уважении к GZ, я считаю, что это не хуже, а может даже где-то лучше, для меня точно лучше, потому что это BMW, но почему не GZ? Я такой вопрос никогда не ставил, а смысл? То есть, ну, хорошо, от чего я хорошего получу, ну, во-первых, это не европейский двигатель, то есть, его еще достать нужно где-то, он денег, это, 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 который ничего не стоит, да, ну, в принципе, у нас чугунейки пока валяются навалом. Ну, GZ, да, ну, то есть, нафига мне сейчас задумываться о том, о чем мне нужно притащить, какое-то странное, что-то, просто может, да, то есть, не, ну, ладно, детали и здесь нестандартные, то есть, ну, например, брать шелушку, да, то есть, брать, ну, у меня даже просто этот вопрос не возник в голове, для меня, во-первых, еще потом, как вырегистрировать, ну, то есть, зачем, то есть, я, хорошо, я не знаю, плюс, 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 в чем 2GZ, Да, просто сейчас комментарий будет сразу, о, надо было поставить GZ и все, нет, ну, я, нет, ребята, нет, забудьте, забудьте, нет, GZ хороший мотор, на нем весь там автоспорт Не, ну, если бы я брал японскую машину, ну, конечно, это был бы наверняка мотор, который шел, там, ну, если шел 2GZ, значит, если это был BR, там, 26, он был бы, ну, да, то есть, я бы тюнил бы, то есть, мне кажется, машину нужно тюнить, ну, когда уберут джигули и тюнит джигули 500 сил, ну, там тоже сохраняют же, да, то есть, зачем, смысл Как ты думаешь, сколько здесь будет лошадей по итогу? 600 плюс 600 плюс, я, на самом деле, думаю, что ставлю, что здесь будет 700 плюс Не, ну, это моя задача, сделать 700 плюс, да, то есть, ну, в данный момент не могу сказать Собираюсь ехать на замер на следующей неделе, поэтому на видео мы уже приложим бумажку за замером Музыка Постального Музыка вот м50 50 поршня до поршня cp 880 там было 45 до 845 шатуны аж бенну стальные я не помню там на них какой-то орел был помнен обид но наверняка были открыты в китае полагаю так 12 шпильки разборенная башка на тот момент я почему-то собирал голову еще на разных клапанов у меня на выхлопе семерки на пуске шестерки то есть ну как показала практика в будущем что это нужно делать можно везде шестерка сохранять везде аркишный шпильки что коренные что на башке турбина дача стоит оригинальная к 3900 опять же саша спрашивал ну про турбины да и что и почему да то есть изначально я собирал я собирал на gtx и китайском да то есть последний ну то есть gtx версии 2 так получилось что китайцы мне по ошибке прислали зеркальную турбину то есть она ну вывернута то есть она вращается в другую сторону то есть обычных используют новообразник с одной стороны 1 2 страны но получилось что не писали зеркал я забил и стал собирать все под зеркалку мне очень не понравилось как она турбина разгоняется очень поздно раздувалась то есть не городская машина то есть ну надо было ждать там влаги я остался просто с выбором за жмела было зеркалка я точно не хотел ничего больше переделывать га серия пофлянца по всем она просто такая же у меня не пришлось купить оригинальную турбину га-3900 которая по мощности по рейтингу больше чем которая была то есть и раздувается существенно раньше там ну то что на 1000 раньше раздувается наверняка быстрее раздувается то есть но это качество то есть все таки ну да но качество и конечно не пятикратное качество но круто я обе турбины там снимал улитки ну нет ну вот китайскую смотришь на шелушка такая такая ну блин типа да кстати они просто выглядят хорошо то есть да шелушка да пластик но они свою работу выполняют по-доброму это турбина тоже свою работу выполняла но она мне не устраивала мне просто не было другого выбора наверняка я в китай быстрее был бы доступен но я рад гарритовский гаррит кусок не ржи жопа там ты разбираешь и смотришь ну качество чувствуется качество наверняка не не пятикратная в раз два трена лучше но но на качество топлива 85 до чистый до и блок управления corvette мы уже об этом говорили corvette ну оставил тебе естественно кто-то не ты сам правда турбочип по-моему турбочип да я слышал да это тот парень кто мне компрессор настраивал то верно кстати познакомишь и сколько раз он получается просто все они не получается ехать спокойно то есть 15 это вот с тем что не получается да 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 я ездил и вен и и мы в таллинн ездили на ней да я брал с собой литр я брал с собой топлива много топлива брал из багажник так и всякий случай в принципе есть багажник обратно привезли потому что ну она не так много жирка думал да то есть и спокойно ехать не получится толку такую машину собирать спокойно нет понятно мы не будем в городе тогда показывать что мы имеем но она конечно трассе да типа ты вырежешь на фонт и четвертую в пол пятую чуть-чуть и скидываешь слышно по большому счету я же не могу сказать что это 52 мотора до 50 мотор он и зарегистрирован как 50 то есть в проекте указано что м50 нет нет тут от 52 мотора ничего нет вообще в принципе ничего нет здесь не сам 50 и b25 вверх это b25 тыл но крышка до 52 все голова 52 выглядит он как 52 мотор короче м50 b28 правильно 28 по итоги по итогу вот такая вот турбина все это на спирте на конверте на конверте до на корвете я думаю что порядка 700 сил едет безумно мы уже прокатились перчим начали снимать все а ну что в коробка коробка оригинал кардан оригинал редуктор 210 жирные полуоси правильно дизельная дизельная же все стоит да эти машины это вечный проект правильно там надо сделать там там технически машина практически готова у вас у многих появится вопрос а где же холодный вкус почему не прикрыта я задавал вопрос сегодня артуру на эту тему не забил здесь все это будет просто нет времени в этом году была задача поставить машину на ход и пройти техосмотр техосмотр ты получил буквально на момент съемки два дня назад и эта машина полностью легальная она официально зарегистрирована имеет страховку техосмотр и вы не просто можете ездить магазин и мне очень рад что она едет 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 нет такого что там чем дальше штахометр тем вот это вот провал я все в принципе свои машины которые я вот настраиваю то есть где могу где можно контролировать нам да я специально делаю полк крутящего то есть из-за этого тебя что у тебя вот может уже все время разгоняется и это добиваются при помощи поднятия надува то есть у меня с полтора до двух бар он растет а то есть он не полтора и вниз а он не полтора и ровно он полтора 1 6 7 8 2 2 пара он там на 7000 из-за этого крутящий не падает он ровный и но это очень хорошо для мощности единственно где похоже работал трекшн но это было там первая вторая скорость это было к серия я там у меня есть друг спин спутся там ну мы мучаем там его одну машину гашку типа вот до этого нет датка балан трекшин так себе мы там по центральной мощи все у нас захлебывается уже не может уже не понимаю что происходит может вы можете настроить но мы не знаем как типа а вот на кашке с даже с непонятной мощностью четенько работает то есть вот примерно так вот дошли типа да а технология корвета пардоните это там 90-е годы типа да вопрос а чё так раньше не делали на вот просто машину почему нужно всю мощность угрожать закрыть троси а потом вот типа ну да анти пробуксовка да это трек разный и даже в гасе и ребята входишь на трекшн могут это не противобуксовка трекшн тоже с педаль зажал в пола тоже сложно сказать исполнение такое что колеса буксуют какой-то определенный процент он не гасит мощность он не перебуксовывает он вот ее тащит понятно что после ста там уже ничего не тащит потому что не буксует мне очень 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 нравится как она буксует прям вот она не зарывается не замыливает колеса вот именно продолжает разгонять смысл это раллийные технологии кстати здесь принципе комп очень в основном используется на складки на раллийных машинах это в основном которые призовые места занимали почему я вот на корвет вышел да то есть чё раллисты используют корвет значит ну наверно хорошо там какие-то м собрали может это сейчас у нас голожоп используют наверно вот тогда был когда корвет еще не было да то есть вот эти отстрелы все эти вот ланчат это раллийная тема в ралли нужно было перемещаться быстро а мортики у нас новые смотрите стоят все красиво стаб жирный да все такое чистенькое красивенько смотрите какая труба из нержавеечки да все сам дел а да этот парень делах здесь еще между собой пересекаются да разрезанная 2 труба то есть идея в чем была до типа сделать типа резонаторы не знаю получился резонатор не получился резонатор но идея в чем чтобы газы скидывали скорость до да то есть теряли скорость свою то есть и шли спокойно дальше здесь вдоль всего по я щас я посчитал разрез это примерно по диаметру 33 трубы 7 6 то есть нет того что тонкая щель здесь полный выход да то есть так чтобы газы скидывали плавник уходили дальше в систему то есть я хотел вот прикол в этой трубе нет ни одной перегородки посвятил если можно камерой а это прямоток это бундуль просто бундуль здесь нет ничего это прямоток но это резонатор тоже по сути но ты слышно он работает ты бы сказал бы что здесь нет ни одной преград нет нет как будто бы более-менее нормальная душа внутри реально осушен трубочек молодец красиво сварил тут полуось обошел смотри вниз сделал тут от редуктора все близенько даже не цепляет и тут все прошел шелчек тут правда хомут какой-то висит обычный за 20 центов чем держит а все это меняется и покажи пожалуйста шайбочек тут раз два три 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ты не считал хороший ответ смотрите тут дистанция давайте получать горячо я должен услугу варить он взял 8 точить 8 шайбочек не пофиг просто единственно неудобно если снимать придется они рассыпятся по боксу а здесь резинка он снимается все снимается в секундах то есть откручиваешь хомут там 4 болта да просто сдергиваешь не суньте в руках и и они есть особо ничего он ничего не три минуты снять из душа такой другой машине сними глушат за три минуты редуктор на здесь и десятый да как мы сказали 338 ты сказал по оси тоже дизельные до большие а я жавчину умею искать ты готов если найду подальше нее ладно поехали трубочки мы кстати обсуждали это не знаю записывался в этот момент камеры нет что топливной магистрали до полный оригинал но пока всего этого хватает вот так потому что но опять же на тот наддув который надувает смесь типа вот на грани типа пиковая пиковая мощность я не пробовал обогатить ее еще посмотрю если я не смогу обогатить компьютер я делаю большую пульс посолки а смесь ну не обогащаясь значит мы упираемся в трубке вот у меня лежат 10 трубки я их могут просто поменять на готовить было очень интересно посмотреть на что хватает оригинал оригинальной системы никто этого не делал все сразу какие-то магистрали сандали вот такие типа и мы узнаем точно на что рассчитано штатная магистраль на спирте да потому что ну на бензе можно больше получить много емкость больше мы будем знать сколько прокачивать штатную систему было дико интересно даже в самом больном месте 39 с правой стороны возле бака тормозные трубки прям аж еще зеленого цвета не такой легкой зеленого цвета в оригинале завода идут бальзам на душу правда но это лучше чем кузов ты купил ее где в риге забавная история когда мы ехали смотреть машину вертикал на год машину да ну ты хотел хорошую не ржавый 30 или нет как ты можешь хотеть не ржавый запросто 36 люди возят до сих пор не жалко есть вариант можно купить точно не жалко я смотрел это был оставлен на последние это было нидерланды да в нидерландах едешь берешь она не ржава это будет это тоже просто кузов был на самом деле я мечтал черную и я не надеялся больше на кузов но она стоила денег да то есть она денег стоила я такой кузов был да то есть мы опять мы там по литве ездили она вот так вот появилась причем странное объявление было такое вот очень странные фотографии красивые на ком-то лужайке типа написание хорошее было давай заедем типа да там тоже парень валера звали классно валера до 100 процентов рано или поздно дойдет видос на него что чутик вот реально вот с 90 цепь накачен валера не смотри это видит ну реально пацан типа ну прикольно и за свое слово ответил потому что вообще все будет супер то есть на обычность в литву счастье вот тут сушите не вот респект вот это реально вот очень счет почему не в-8 вот лоханулся и лоханулся не знаю я когда это уже собираюсь вижу а чем отличается у него поросенок а почему не его 8 лох типа ну если бы я наверняка подумал бы за это был бы в 8 все-таки то есть ты не против и 8 нет у тебя такого что рядная шестерка для турбота м5 почему с 62 b50 ну бы срочетом 4 9 считается с 62 5 литровый 49 гильзы тонки на ломай стеночки то есть штуку штуку его сил груза не очень мужа поможет да типа 44 можно штучку в него качать и он будет жить я об этом задумался после сколько сколько мы можем закачать будет жить еще раз все хорошо было слышно на дрифте какие машины есть штука 800 есть и 800 они на полной оригинальном железе катаются и я кстати давай не знаю вставишь это нет этот артуру сезон то вот это на данный момент сезон закончился уже артура говорит слушай нам там мощность поднять что можно придумать он говорит там другой компрессор давайте 600 700 сил я говорю давай тогда может сразу гильзы поставим в алюминиевый блок что-то мне сказал давай сейчас этот блок сожгем вот-вот-вот да недооцененные моторы что этот здесь m50 там 52 неважно нет ну он у нас его понимает а большинство нашей публики которые смотрят это видео они считают что jz это просто бмв это там там вот кучка лежит мусора это бмв мотора нет не так новые бмв моторы бензиновые к сожалению к сожалению а старая школа ух так же вашей джейзет по тормозам не думал увеличивать ваня запланировано на эту самую на эту зиму ну вот в 39 все конечно грустно поэтому дизельно пойдут и с хорошими этими тормозными накладками и с вот 5 с особой даже у мки там они ну чуть чуть больше да тоже один с один поршень на этом не вижу значит запариваться самовскими тормозами уже не стоит там есть просто ездишь я купил еще одну машину дизельную бежит а я снять просто перестал ну я возьму суппорта почищу их там покрасить возьму новый диз давай добьем наших зрителей да понимаю это жесть я вот за это вот тоже не хотел бы их поэтому ты не включаешь да не мы оставим их так зачем это бмв же не показывают поворотники но аварийки когда он был ломаются же каким это не ломается я делал так чтобы не нужно было включать ну хоть посмотри на них тогда сейчас на видео но вот в мето съемки и все больше их не включай я никогда не включу на бмв по определению нужно отломать нужно быть культурным водителем подожди а тогда буду думать что на опеле едешь логично это финиш да все то есть в плане не будет каких-то там новых турбин все готово едет настраиваем тогда мы сюда рано или поздно вернемся нет это не будет визуал то вы же визуал не нет нет технически технически ну я буду заново перестраивать двигатель это старый двигатель к тому двигателю 1050 к тому 10 лет к тому двигателю был совершен переставил сюда его ну там чуть-чуть поразбирал туда-обратно раз пять вот но он старенький требуется наверно новый блок ну что и новый фар ну что друзья вот такой вот видос вот такая вот интересная машина на самом деле валит просто хотя бы вам сказать будет возможность прокатитесь но вряд ли у вас будет такая возможность поэтому спасибо что вы смотрели это видео артур тебе отдельное спасибо за машину респект за проект дизлайк за фары все спасибо ждем вас в комментариях да еще раз спасибо и пока идея этой машины да чернушечка она даже вся черная не должно быть сзади ничего я еще думаю передние фары может чем-то заклеить но я люблю свет он хороший они черные видишь фары ты большой колхозник все-таки ты не маленький колхозник давай насколько прекрасно до 39-ка выглядит спереди спереди сзади закончим это видео вот на этом печальном виде но слушай до момента включения поворотника еще куда не шло включи я все готов просить на то что они мычат позвонили валерия все все он не хотел начали возвращаться из значит дачи да там на даче был но мы его уговорили прям заберем машину сразу же вот мы посмотрели были в очень таком приятном шоке машина стоимость вообще машина была около пяти тысяч слушай это немало деньги значит валерия она досталась ну то есть ему друзья ее в подарок привезли да а он президент клуба ягуаров если я не ошибаюсь даже ягуары были и бмв это не его тема то есть поэтому он ее то есть продавал так что спасибо большое валерия и и и и и и и и